Бюджет на будущий год стал главной темой заседания Омского горсовета. Несмотря на статус миллионника и огромные потребности финансовой поддержки, Омск получил денежное обеспечение в разы ниже, чем соседние крупные города. Против проекта проголосовала лишь фракция КПРФ. Подробности в следующем сюжете. Последнее в этом году пленарное заседание городских депутатов прошло в традиционном стиле. Даже бюджет на будущий год, который стал вопросом дня, ничем не отличался от прошлогоднего. Как и в предыдущие годы, окончательному принятию денежного обеспечения Омска предшествовали жаркие споры. Основными оппонентами правящему большинству стали народные избранники от КПРФ. Они вновь обратили внимание коллег. В отличие от городов-соседей, небольшой суммой в Омске еле залатали основные дыры. Когда на все про все 20 миллиардов, рядом с соседней бюджета Челябинска 33 миллиарда, в Екатеринбурге 50 миллиардов, в Новосибирске 50, в Москве больше 3 триллионов и 670 миллиардов в Санкт-Петербурге, то у нас трешников там, в Астеринбурге, в Астеринбурге. Стоит отметить, что за крайне низкую казну на будущий год проголосовали все, кроме коммунистов. КПРФ призвали не принимать бюджет в таком виде. Своеобразный ответ Компартии дал единоросс Сергей Дроздов. Сидите и дышите носом, во что лет трелать. Спускаться до заданного уровня и вступать в пререкание с единороссом депутаты-коммунисты не стали. Так или иначе, согласно регламенту, Сергея Дроздова ждет дисциплинарное взыскание. Я прошу вас, Владимир Валентинович, сделать отметку о том, что данные партии произнесены и принять соответствующие кадровые меры. После выступления депутаты Ивана Федина от КПРФ потребовали конкретных предложений, что немало удивило народных избранников от Компартии. На протяжении всего года замечания коммунистов правящее большинство пропускало мимо ушей. Нас критикуют то, что мы не подаем предложения, а смысл подавать предложения, если ни одно не предложение, которое на протяжении года мы говорили. Это и взятие аренды земель, хотя бы, я опять повторяюсь, всех олигархов, которые используют континенты, Атриум кино и так далее, каскад, они же платят мизерные деньги. А вот за это внутри-то они принимают такие баснословные деньги за аренду, маленьких кусочков земель. То есть там получается навар, получается, я не знаю, насколько по счетам, 20 миллионов как минимум. Повышение налоговой ставки и аренды земель для олигархов могло бы благоприятно сказаться на всех социальных сферах нашего города. Дополнительная сумма наверняка не будет лишней, например, в сфере образования. Омск нуждается в строительстве новых детских садов и школ, а также в текущем ремонте имеющихся зданий образовательных учреждений. Деньги на это выделены, но полностью проблему минимальные суммы не решат. Потребности города, как я уже сказала, значительно выше. А если еще принять во внимание состояние имеющихся учебных учреждений и учреждений дошкольного образования, которые требуют и ремонта текущего, и капитального в том числе, то, будем говорить, потребности в бюджете, они выше, чем 19 миллиардов, это безусловно. Это не бюджет города-миллионника. Не раз на заседаниях городских депутатов фракция КПРФ высказывалась против финансирования КТОСов. По мнению коммунистов, Комитет территориального самоуправления показывает себя лишь во время очередных выборов, агитируя за единую Россию. Однако этой структуре в 2020 году снова перепадет порядка 100 миллионов рублей. Тем временем судьба социальных сфер нашего города вновь определена. На протяжении будущего года они будут пытаться делить крохи принятого бюджета. КОНЕЦ КОНЕЦ